последний день у нас перед выборами вообще давать из давать сегодня без перерыва потому что я вот каждый раз буквально 5 минут не успеваю давайте пробуем без перерыва сегодня должна быть тема это суффиксный массив но сначала мы немножко закроем то что в тот раз я скомконо рассказал в конце значит вот наша система на сегодня в прошлый раз мы обсудили алгоритмах карасик и в конце нам осталось дорешать задачу про суммарное количество вхождений словарных слов в текст у нас был какой-то набор слов с 1 так далее сын нас интересует суммарное число вхождений число вхождений в текст т вот но я сказал следующее что давайте мы построим на этом наборе строк бор запустим на нем алгоритмах карасик тем самым насчитаем все линки и все тушки вот эти вот переходы когда мы дописываем одну букву и дальше сказал следующее что пусть у меня строка ты состоит из там например к символов тогда мы делаем следующее мы каждый раз на сначала ставим в корень и потом каждый раз мы пытаемся перейти по букве которая диктует вот очередной символ буквы т то есть сначала переходим по т1 если такой переход есть он всегда есть вот именно переход который у меня ту назывался потом переходим ту от т2 и так далее и так далее вплоть до конца ну вот пусть в нулевой это корень до вы же плюс 1 это вот тот самый переход из предыдущей вершины выжитая по букве что получается tg плюс 1 до даже плюс 1 вот построим такую цепочку вершин я утверждаю собственно это сформулировано не доказал что выжитая соответствует давайте так для любого жи для любого жи выжитая соответствует самому длинному суффиксу строки т в момент времени жи который есть в боре самому длинному суффиксу строки ну какая она строка с первого пожитый символ т1 так далее тоже который есть в боре который есть в боре это почти очевидно потому что каждый раз ту ровно это и делает она пытается приписать новый символ к предыдущей строке да то есть вот у меня была предыдущая вершина выжитая я хочу в конец дописать новый символ и взять самый длинный суффикс но ту ровно это и делает она берет самый длинный суффикс строки после приписывания нового символа и мы так сделаем там же раз получается мы придем в нужную на вершину да ну там доказательство континдукция формально нужно провести индукция page индукция page да то есть пусть в 0 в 1 так далее в база понятно какая-нибудь g равна нулю это очевидно потому что когда же равно нулю у меня вы 0 это корень ну и строка пустая понятно что у пустой строки только пустой суффикс может быть в боре так ну и пусть вот для предыдущего же это верно пусть верно для выжитого мы хотим показать для в для вожи плюс 1 докажем для вы же плюс 1 ничего картинка насчет было т до житого символа 31 так далее ты жито и по предположению индукции мы знаем какой самый длинный суффикс этой строки есть в боре вот это какой-то какая-то строка выжито напомню что мы строки и вершины отождествляем когда я говорю строка выжито я имею ввиду что вершина которая соответствует строке такой вот сборе мы приписываем новый символ и меня сейчас интересует самый длинный суффикс вот этой вот новой строки образованный который есть боря но смотрите значит если внезапно этот самый длинный суффикс выглядит как-то вот так если выглядит как-то вот так тогда после отбрасывания последнего символа тоже плюс 1 мы получаем более длинную строчку которая обязательно есть в боре да потому что если вот это вот давайте как-нибудь назову вот этого длинная скажем в строках ну да если вот эта длинная старка у есть горят то после отбрасывания последнего символа получится какая то строка у штрих которая тоже есть брали мы простой татья путь боря у него последнее ребро отрезали данным мне дело последнее переход значила вот это уж три тоже было в горе но получается когда что у штрих это более длинная строка чем выжитое чего не может быть по предположении индукции вы мы предположили, что выжитая самый длинный суффикс. Значит, если У – это действительно самый длинный суффикс в момент времени Ж плюс 1, то эта строка не более длинная, что она не вылезает за этот предел «выжитее», левее она торчать не может. Но если она туда не торчит, то если меня интересует самый длинный суффикс всей строки, то это то же самое, что самый длинный суффикс вот этой строки, начиная с позиции, где начинается «выжитое». Потому что я все равно понимаю, что вот эти символы у меня не участвуют в его самом длинном суффиксе. Потому что если бы участвовали, то я бы их раньше тоже сохранил. Понятно? Ну вот. Значит, чтобы найти это самое у, это самый длинный суффикс, кончающийся здесь, мне нужно просто посмотреть на вот эту строчку, вжитая, плюс тжи, плюс первая, и понять, какой у него самый длинный суффикс есть в боре. Но это в точности у меня считается с помощью ту. Мне нужно вот к этой вершине применить переход по вот этой букве с помощью ту. Да, я ищу вот здесь вот самый длинный суффикс. Это в точности, значит, у в точности равно ту, вжитая, тжи, плюс первая, что и требовалось. Есть? Шикарно. Вот. Ну, когда мы это доказали, я вот, собственно, это мы и говорили, да, что мы сейчас знаем самый длинный суффикс в каждый момент времени. И если меня интересует вхождение, которое только что появилось, вхождение словарных слов, они выглядят как-то вот так, да, это обязательно какие-то суффиксы. Ну, и причем они не могут вылезать, опять-таки, за это самое вожитое, потому что если бы не вылезали, то, получается, вот это было бы вхождением, ну, то есть это было бы какое-то словарное слово, значит, весь этот суффикс у меня лежал бы в боре. Поэтому все интересующие меня вхождения, они не более длинные, чем вот это вожитое. Вот. Давайте это тоже запишем. Вхождение словарных слов. появляющиеся в момент времени жи, ну, то есть, когда строка — это первый жи символов, целиком содержится в вожитом. потому что, еще раз, если есть какое-то более, значит, вот есть вожитое, если есть какое-то вхождение, которое сейчас появилось и не помещается в это вожитое, то оно более длинное и является суффиксом моей вот этой строки. Значит, вожитое должно быть расширено вот до этой строки, потому что мы всегда поддерживаем самый длинный суффикс, который имеется в боре. Вот. Таким образом, все, что меня интересует, это, опять-таки, только вот эти вот символы из вожитого. Какие вхождения словарных слов у меня сейчас появились. Вот. Ну, мы знаем, что все потенциальные суффиксы вот этой строки вожитое, которые есть в боре, у меня достигают с помощью сусылок. То есть, если я посмотрю на линк от вожитое, будет какая-то решена, от нее возьму линк, от нее возьму линк и так далее, вот это вот тот самый-самый длинный собственный суффикс, который есть в боре. Тогда вот на этом пути лежат все возможные потенциальные суффиксы, ну, это вообще, в принципе, все возможные суффиксы текущей строки, которые есть в боре. Но если меня интересует количество среди них словарных слов, то есть слов S1 и так далее, Sn, то мне нужно просто найти количество терминальных на этом пути, потому что терминальные — это в сочности те, которые соответствуют словарным словам. Поэтому к ответу в момент времени жи, в момент жи прибавляем количество терминальных вершин на пути по суффиксным ссылкам, это вот эти линки, так называются, суффиксные ссылки, от вожитого. Вот, ну, я так поднимаюсь по стрелочкам и каждую терминальную добавляю, добавляю единичку. Вот, ну, конечно, плохо просто пройтись целиком по этому пути каждый раз для каждой вершины, потому что у нас тогда, ну, асимптотика может ухудшиться. Мне хочется каждую вершину за, от единицы обработать. Ну, давайте тогда просто предпочитаем для каждой потенциальной вершины в боре количество терминальных на таком пути. Просто, ну, вот еще один BFS запустим и будем считать. Если я знаю вот для этой вершины количество терминальных на пути наверх, да, до корня, то что такое вот этой вершины количества терминальных на пути? Ну, это для вот этой плюс единица, если тут стоит терминальная вершина. И плюс ноль, если она не терминальная. Поэтому это самое количество легко предпочитать. Ну, и дальше нужно к ответу просто добавлять то число, которое у вас сохранено для каждой вершинки. Понятно? Хорошо. Тогда с «Ах, карасик» мы прощаемся. По крайней мере, временно. Так, значит, теперь переходим к сульфиксному массиву. Сульфиксный массив. Значит, сначала то, что я сформулирую, будет выглядеть, наверное, не очень понятно, зачем. Но давайте сначала скажем, что это такое. Значит, пусть у нас есть какая-то строка S. Давайте я сразу в ноль индексации все сделаю, чтобы удобно было в будущем. Вот есть строка из н-символов. Ну, во-первых, обозначение. Обозначим. С с верхним индексом «и» — это суффикс, начинающийся с этой позиции. То есть это строка S, ИТ, S и плюс первая и так далее, S, N минус первая. Значит, вот это обозначение, насколько я знаю, совсем не общепринято. Я его использую для удобства, потому что никак по-другому я не могу придумать, как обозначить суффикс, начинающийся с этой позиции. Писать словами очень долго. Вот я для удобства буду так писать. То есть если... Короче, не опирайтесь на это обозначение, как что-то всем известное. Значит, это наше локальное для удобства. Так вот, суффиксным массивом... Давайте напишем так. Суффиксный массив в строке S это такая перестановка чисел от нуля до N минус 1. Перестановка чисел от нуля до N минус 1. Эту перестановку мы зададим набором чисел. P0, P1 и так далее, Pn минус 1. Такая что? Если мы будем рассматривать суффиксы в том порядке, в котором диктует эта перестановка, то есть сначала суффикс, начинающийся в позиции P0, потом суффикс, начинающийся в позиции P1 и так далее, и так далее, то мы получим возрастающую последовательность строк. Возрастающую в смысле лексикографическом. Как всегда, строки сравниваются лексикографически. Значит, такая перестановка, что S, P0, меньше S, P1, меньше и так далее, меньше S, P, N минус 1. Значит, значки здесь все будут строгие, потому что у меня, как минимум, длины у всех суффиксов различные, поэтому здесь никогда равенств быть не может. Ну и давайте еще раз подпишем, что сравнение лексикографическое. Нет, 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 нет. Например, если мы сравним A, B, нет, сейчас, ну там A, B, 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 вот это будет меньше, чем AC. Длина строки не влияет сама по себе. Так, понятно ли формулировка? Вот что такое суффиксный массив. Да, давайте тогда мы сначала кратко обрисуем, что можно с его помощью делать, одну какой-то совсем один простой сюжет, и потом построим этот суффиксный массив. Значит, второе, давайте даже я пронумерую, мне хочется здесь ввести нумерацию. Значит, первое — это суффиксный массив, второе — это массив LCP. Ну, давайте тоже определение, скажем, Longest Common Prefix для двух строк S и T. Это шифровка. Longest Common Prefix. Ну, это вот, собственно, просто определение зашифровано в названии. Значит, это длина наибольшего общего префикса у двух строчек наших S и T. Длина наибольшего общего префикса. Префикса S и T. Ну, то есть вы их вот так вот записываете, идете слева направо по обеим и сравните символы. Ну, покуда вот эти вот пары символов совпадают, вот в этой паре обе одинаковые, вот эти одинаковые и так далее, и так далее, это все будет общий префикс. Как только вы находите впервые различные символы, или, скажем, одна строка закончилась, а вторая продолжается, то вы говорите, что у вас закончился общий префикс. И вот эту длину вы измеряете. Это LCP. Вот, ну и второе, что мы будем строить, кроме суффиксного массива, это массив LCP суффиксов, ну, LCP строк, вот в этом вот порядке. Значит, а именно мы будем знать LCP вот этих двух строчек, вот этих двух строчек, вот этих, ну и так далее, то есть всех пар соседей в нашем порядке, который диктует нам суффиксный массив. Массив LCP. LCP. Это набор чисел с индексами 0, 1 и так далее, n-2, такие, что LCP и это это наибольший общий префикс, так, сейчас будет сложно с обозначениями, того суффикса, который располагается и тем в порядке сортировки, и того суффикса, который располагается и плюс первым в порядке сортировки. Важно, давайте это даже запишем. Важно, что это не LCP и того и плюс первого суффиксов в исходной строке, то есть не вот такого и такого LCP, а именно тех, которые располагаются на соседних местах в порядке после сортировки. Не в исходной строке два соседних, а в порядке сортировки. То есть важно LCP и Т не равно LCP S и Т и S и плюс первое. Вот правильное LCP определяется по суффиксному массиву. Вы сначала все сортировали, и потом для пар соседей определяете вот этот массив LCP. Значит, тоже какая-то магия. И третий инструмент, который нам нужен, это ну я напишу, что это спарстейбл на массиве LCP. Спарстейбл на массиве LCP. Значит, что мне от этого хочется? Сейчас скажу. Пусть PLT равно I, PRT равно G, L меньше R. Значит, что это значит? Это значит, что у меня есть какие-то два суффикса и-тый и ж-тый. Такие, что в порядке сортировки, после того, как я посортил все суффиксы в эликсиографическом порядке, у меня и-тый суффикс располагается на L-том месте, то есть вот, да, L-ты в порядке сортировки это суффикс, начинающий с позиции I. А ж-тый суффикс находится на позиции R. Значит, вот это вот PLT, да, L-ты в порядке сортировки, это PRT, R-ты в порядке сортировки. Ну и L находится выше, чем R. Тогда я утверждаю, что LCP строк S, I, T, S, G, T, LCP двух суффиксов, теперь они уже совсем не обязательно соседние в порядке сортировки, это просто какие-то два произвольные суффиксы, которые где-то в сувмасс входят. Так вот, эта штука, это в точности минимум по всем... Так, сейчас будет сложно. Значит, K от L до R-1, LCP, K, T. Ну, что тут написано? Тут написано, что... А давайте мы посмотрим, какие строчки располагаются между ними. Вот есть где-то S, I, T, входит где-то S, G, T, и тут какие-то всякие разные суффиксы, какие-то длинные, какие-то короткие, здесь всякие разные, у них есть номера. Да, то есть тут... Да, они в отсортированном порядке, в лексиографическом, ассортированном порядке, который, собственно, говорит нам наш сувмасс, суффиксный массив. Вот. И мы знаем с помощью массива LCP, мы знаем LCP вот этих вот двух соседей, вот этих вот двух соседей, вот этих вот двух соседей и вот этих вот двух. И тогда я утверждаю, что чтобы найти LCP у двух вот этих суффиксов, и того, и житого, мы просто берем минимум среди всех вот этих чисел. Так. Ну, это почти очевидно. Давайте мы положим, что пусть вот это, вот это какой-нибудь x. Значит, пусть вот эта штука это x, мы докажем, что LCP с и того и с житого это в точности x. Ну, во-первых, поймем, что у всех вот этих строк на пути от и того до житого суффикса первый x символов одинаковы. Но это очевидно. Если у вас минимум среди всех этих чисел это x, значит, что LCP первой и второй строки хотя бы x. Поэтому вот эти x символов совпадают вот с этими x символами. Дальше LCP второе и третье это тоже хотя бы x. Да, потому что все, ну, среди них минимум это x. Значит, первые x символов тут тоже такие же. Здесь LCP хотя бы x, поэтому тут тоже первые x символов такие. Ну, и значит, тут тоже первые x символы такие, какие нужны. Поэтому LCP, ну, вот это вот истинное LCP, оно хотя бы больше, равно чем x. Но, с другой стороны, если оно больше, чем x, то есть, скажем, оно хотя бы x плюс 1, то есть какой-то вот следующий символ за этими x-символами, общий. Скажем, тут какой-нибудь буковка c. Вот тут c и тут c. Ну тогда, поскольку у меня все находится в порядке лексикографической сортировки, я утверждаю, что эта буква c тоже должна быть после всех вот этих вот x-символов в каждой из промежуточных строк. Потому что, ну там, если, например, где-то здесь стоит буква d, которая больше, чем c по алфавиту, тогда вот эта вот строчка не может идти раньше, чем сжитая, потому что у них префиксы длины x совпадают, а следующий символ тут больше, ну поэтому ее и переместить нужно было ниже. Наоборот, если бы тут стояла буковка b, которая меньше, чем c, то тогда эта строчка должна была быть выше, чем ситая, потому что у них префиксы совпадают, а потом буква здесь меньше. Ну, если же вообще строка заканчивается, то, ну, это тот же самый случай, что и с бэшкой, мы ее должны были бы вынести выше, потому что если одна строка является префиксом другой, и вторая еще продолжается, то та, которая короче, должна быть выше в порядке лекс-сортировки. Поэтому, если бы мы предположили, что ответ больше, чем x, то есть есть какой-то символ следующий за этими x-символами, которые тоже совпадают, то это все c должно было быть вот тоже во всех этих промежуточных строчках, чего не может быть, потому что иначе все лцпшки вот здесь вот были бы хотя бы x плюс 1. Потому что если вот эти x плюс 1 символы и здесь, и здесь, и везде есть, то лцп и везде хотя бы x плюс 1. Понятно? Вот, значит, таким образом мы доказали утверждение про то, что по сути мы можем, ну, довольно просто узнать, чему равен лцп произволен из двух суффиксов. И это делается, ну, например, с помощью sparse table, потому что как только мы посчитали массив лцп, дальше нам нужно, ну, мы можем построить на нем sparse table, у нас массив лцп поменяться не будет, и нам нужно будет просто находить минимум на отрезке. Вот это делается за от единицы с помощью sparse table. За от единицы на вот такой запрос. На запрос. Ну, и там какой-то nlogan предпочет будет. Так, понятно ли, что произошло? Шикарно. Смотрим. Вот, ну, и какое-нибудь простое применение. Равенство под строк. Даже, даже можно сказать, лексикографическая, ну, нет, а если лучше, равенство полезнее. Значит, ну, задача такая, у вас есть какая-то строка, с, и к ней может поступать много запросов в стиле, а скажите, пожалуйста, вот эти вот две строчки, две подстроки, в ней равны или нет? То есть вам сообщают два индекса, там, l1, r1, l2, r2, и вы должны сказать правдой, что подстрока вот такая равна вот такой, или не равна. Вот, но такое мы имеем уже делать с помощью хэшей, потому что мы можем за ленинный предпочет и потом за вот единицы на запрос узнавать хэш любой подстроки. Ну, и если мы, да, надеемся, что хэши нас не обманывают, то мы просто считаем хэш здесь, хэш здесь, сравниваем их, и в зависимости от результата говорим равны ли исходные строчки. Но это вероятность, не только подход, он почти всегда верен, но все равно может ошибаться с положительной вероятностью. Лучше уже детерминированно, без ошибок, сделать с помощью суффиксного массива. Значит, тут все мы, собственно, уже рассказали. У меня, давайте рассмотрим суффикс, начинающийся с позиции l1 и суффикс, начинающийся с позиции l2. Найдем у них lcp, и если это lcp короче, чем вот эти строчки, то строки не равны. Ну, то есть, да, если мы найдем, что у них вот общий lcp такой-нибудь такой короткий, это значит, что следующие за этими lcp-шками символы не равны, значит, что исходные подстройки не равны. Вот такая простая идея. Давайте запишем. Ну, во-первых, если там что, r1 минус l1 не равно r2 минус l2, то подстройки не равны. Давайте напишем no, но подстройки заведомо не могут быть равными, если они разной длины. Значит, иначе давайте мы положим, что k это lcp, с суффиксом, начинающим с позиции l1 и суффиксом, начинающим с позиции l2. Вот это мы можем вычислить за от единицы с помощью спортстейбла на массиве lcp. Во как. Значит, это за от единицы. Ну, а дальше все просто, да, если k больше или равно, чем длина строки, то есть, чем r1 минус l1 плюс 1, то yes, то yes, иначе no. Значит, это понятно? Отлично. Ну, хорошо. Хорошо. Вот, значит, вот, например, да, зачем может понадобиться суффиксный массив, чтобы проверять подстройки на равенство. Ну, и там еще куча задач на семинаре. Итак, давайте тогда перейдем к алгоритму построения суффиксного массива. Алгоритм построения суффиксного массива. Во-первых, мы проделаем следующее преобразование. Мы припишем к нашей строке символ решеточку в конце. И это такой символ, что он меньше, чем все символы строки s в нашем эликсиографическом порядке. Решетка меньше всех символов s. То есть, если в нашей такой модельной постановке, если s это маленькие сосцы из маленьких латинских букв, то можно прям взять вот этот shift 3, будет решетка, которая меньше всех маленьких латинских букв. А в том же понимании, как мы определяем лексикографический порядок? Нам же там нужно соотношение на символах. Там мы говорим, что один символ меньше другой. То есть, что такое лексикографический меньше? Это значит, что есть какой-то общий префикс, а дальше вот этот символ меньше, чем вот этот. Тогда первая строка меньше, чем вторая. Ну вот, то есть, у нас есть какой-то порядок на символах. В понимании компьютера, да, это просто номер символа в аске таблицы. Чем меньше номер, тем меньше символ. И, собственно, здесь порядок точно такой же, как в сравнении лексикографическом сравнении срок. Вот, и будем мы представлять, что наша строка S-решетка зациклена. Зациклим. Зациклим S-решетку. То есть, расположим по кругу все ее элементы. Вот в конце будет какая-то решетка. И тогда, ну, мы можем... Извините. Мы можем говорить, что, скажем, вот если где-нибудь здесь ближе к концу стоим и начинаем читать эту строку, то мы можем сказать, что мы, как бы, можем дойти до конца и потом еще продолжать читать сначала. То есть, когда мы так зациклили, мы можем сказать, что сплошной под строкой выступает что-то в стиле следующего. Да, вот мы где-нибудь начинаемся, читаем, 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 дочитали до решетки, потом читаем с конца, заканчиваем свето здесь. И вот это вот мы будем считать под строкой. То есть, мы теперь все, мы переместились в мир циклической строки S-решетка, и в ней подстроки, это уже не обязательно вот такие отрезки нормальные на прямой, а вот какие-то такие скорее отрезки на окружности, что когда мы можем начаться где-то, дойти до конца, и потом телепортироваться в начало, и там тоже где-то закончится. Вот теперь у меня все циклическое. И будем мы теперь сортировать все циклические суффиксы. Будем сортировать циклические суффиксы. То есть раньше, например, я рассматривал вот такой вот суффикс, теперь вместо него я буду рассматривать такую строчку. Она начинается здесь же, весь этот суффикс содержит, потом читает решетку, и потом сначала тоже идет, ну и там вот где-то тут заканчивается. То есть я все зациклил, в какой-то позиции начинаю, и просто продолжаю читать, пока не упросят в начало. И вот такие строки мы будем сортировать. Значит, почему это то же самое по сути, что сортировка суффиксов s из-за вот этой решетки? Потому что если я посортирую вот такие циклические суффиксы, то есть ну просто какие-то такие отрезки, да, начинающиеся с каждой позиции, то давайте посмотрим на вхождение решетки в них. То есть скажем, вот я взял какой-нибудь один циклический суффикс, тут решетка где-то, и другой циклический суффикс, тут решетка вот здесь. Если я знаю, что первая строка меньше, чем вторая, в таком циклическом понимании, то есть просто вот эта меньше, чем вот эта, тогда я хочу сказать, что вот этот вот суффикс меньше, чем вот этот обязательно. Ну то есть меня не будет интересовать все, что идет после решетки. То есть на самом деле все, что я, вот я написал за решеткой все, что правее, это не будет влиять на порядок суффиксов. Именно за счет того, что решетка меньше всех символов. Давайте это как-нибудь поймем. Значит, пусть первая строка меньше, чем вторая. Тогда почему вот эти вот первая душка меньше, чем вторая душка? Надо понять, какой у них наибольший общий префикс. Значит, если наибольший общий префикс какой-то вот такой, тогда что значит, что первая строка меньше, чем вторая? Значит, вот здесь вот символ меньше, чем вот здесь, а меньше, чем b. Ну тогда и не важно, что вообще написано правее, если мы отбросим все, что написано, начиная с решетки, все, что написано правее, то все равно у меня будет тот же общий префикс, а потом символ тут и символ тут, который тут меньше. Если наибольший общий префикс чуть длиннее, скажем, вот досюда доходит, доходит до решетки, то тогда, ну все хорошо, да, у меня как раз первая меньше, чем вторая, потому что у них есть общий префикс. Дальше тут решетка, а тут какой-то символ алфавита, то есть символ большей решетки. И получается, что тогда у меня вот эта душка является префиксом вот этой душки. Ну и если одно это префикс другого, то одно меньше, чем другое. Короче, легко понять, что приписывание решетки и потом отбрасывание всего, что написано правее, включая решетку на все, что написано правее, у меня не поменяет порядок лексикографический всех суффиксов. Давайте какой-нибудь пример нарисуем быстро. Нам еще понадобится. Вот, если s это аба-цаба, то как у нее выглядит нормальный суффиксный массив? Мы сортируем все суффиксы. Сначала будет шестой суффикс а, потом будет суффикс аба, потом будет вся аба-цаба. Ацаба. Вот так можно посортировать все суффиксы. И, по сути, мы ищем ровно эту перестановку наборов этих чисел. Если бы я сказал, что у меня теперь аба-цаба с решеткой и зацикленная, то у меня не изменилось бы ничего в плане сортировки. То есть у меня было бы что? У меня был бы какой суффикс? А-решетка, и потом начиная с конца. А-ба-цаба. Следующее у меня было бы аба-решетка. Абац. Ну и как далее. Короче, вот тут везде дописалась бы решетка и какой-то префикс до тех, ну, в общем, добивающий до длины 7. И видно, что если тут был какой-то порядок, то он тут будет ровно таким же. И наоборот, если мы построим вот этот, то по нему становится порядок исходных символов. Только единственное отличие здесь будет в самом начале суффикс, начинающийся с решетки. Будет решетка аба-цаба. Вот это будет самая маленькая строка. Решетка аба-цаба. А все остальные, порядок на них сохранится такой же, как надо. Так, ну и все. А теперь мы будем жить вот на такой циклической строке S-решетка. Чтобы посортировать все суффиксы, то есть, по сути, все подстроки, циклические подстроки длины n, Давайте мы научимся сортировать все подстроки длины 2 вкатой. Все циклические подстроки длины 2 вкатой. Значит, и у меня на катом шаге получим сортировку всех циклических подстрок подстрок длины 2 вкатой. То есть, наша цель посортить подстроки длины n, а мы пойдем по степням двойки. Сначала посортим подстроки длины 1, потом подстроки длины 2, 4, 8 и так далее. Значит, и более того, мы будем хранить не просто сортировку всех таких подстрок, но также их разбиение на класс эквивалентности. Чуть позже объясним, что это такое. А также их разбиение по классам эквивалентности. Значит, ну что такое класс эквивалентности? Давайте поймем на примере, когда car равно нулю. Car равно нулю, то есть мы сортируем подстроки, все циклические подстроки длины 2 в нулевой, то есть длины 1. Меня интересуют все односимвольные подстроки. То есть, по сути, мне нужно просто написать сначала решетку, потом все ашки, потом все бэшки, потом все цэшки и так далее. И у меня сортировка будет вот такая. Ну, давайте я их также буду в столбик рисовать. Сколько тут? 4 ашки, да? Вот. Такая сортировка, ну и я всегда понимаю, в каком порядке эти символы идут. Сначала мне идет, то есть я вот здесь слева буду писать, с какого символа, то есть с какой позиции начинается эта подстрока. Ну и тут там будет что у меня? 0, 2, 4, 6. Дальше бэшка у меня идет в первом позиции. Ой, а не, да, все правильно. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть это будет 5. 5. И цэшка в позиции 3, кажется. Вот. Ну так мы посортировали. И это будет наше приближение к ответу p. То есть мы в итоге хотим получить сортировку всех суффиксов длины n, всех подстрок длины n. А сейчас мы получили сортировку всех подстрок длины 1. Ну, тоже неплохо. Вот. Значит, что такое разбиение по классам эквивалентности? Это я разбиваю их, ну, как бы, по равным. То есть вот у меня есть блок, где решетка. Есть блок ашек. Так что ашек мало. А, нет, 4, все хорошо. Потом блок бшек, блок цешек. И внутри каждого блока я назначаю свой номер класса эквивалентности. То есть это будет там нулевой класс, эти ребята будут первого класса, эти второго, эти третьего. То есть, по сути, я просто разбил все подстроки длины 1 на группы равных. Вот эта нулевая группа, это первая, это вторая, это третья. Вот. Ну и давайте это будем хранить. Значит, пусть p это это... Давайте я подробно распишу, чтобы было понятно. Начальный индекс подстроки длины 2 вкатой идущей итой в порядке сортировки. В порядке сортировки. Значит, p0 это семерка. Это, значит, начальный индекс подстроки длины 1, такая, что она самая маленькая, да, она нулевая после сортировки. Ну да, действительно, вот эта нулевая строка. p1 это нолик, то есть подстрока, которая начинается в нуле, имеет длину 1, идет первая в порядке сортировки. Дальше p2 это вот эта вот позиция 2, p3, p4 и так далее. Ну а c и t, c и t, это номер класса эквивалентности. Номер класса эквивалентности. Вот этой же самой строки, которая начинается в позиции i и имеет длину 2 вкатой. Значит, подстроки. А ее можно легко вот так записать. То есть подстрока с i-того символа длины 2 вкатой. s и плюс 2 вкатой минус 1. Вот как. То есть я их все посортил, а также для каждого стартового индекса i сохранил, в каком оно лежит классе эквивалентности. То есть вот тут, например, будет у меня c7 это 0, c0 это 1, c2 это 1 и так далее. Короче, c с индексом, который вот тут написано, начальная позиция под строки, это вот номер класса эквивалентности. Так, значит, для k равно 0 скажите, пожалуйста, как получить такое, как получить p и c. Если у меня k0, то есть я сравниваю все одноэлементные подстроки, как вот это и вот это быстро построить. Да, и как быстро? Завести вектор и покровить его отчаянность. Да, да, да. Можно, например, так. То есть для каждого символа завести вектор индексов, где он встречается в строке и, собственно, их в порядке, ну, вот в таком порядке вывести, да, то есть сначала сам маленький символ, потом побольше, побольше, побольше. Да, это можно так сделать, но это довольно фигово обращается с памятью, потому что много векторов, они все очень короткие, это все не очень хорошо. А на самом деле мы просто можем сделать сортировку подсчетом. Сортировка подсчетом. Сортировка подсчетом. Значит, у меня есть n подстрок длины 1. То есть каждый символ — это своя отдельная подстрока. Мне нужно их все посортить в порядке лексиографического возрастания. Ну вот такие задачи мы решали в первом семестре, когда мне нужно сделать сортировку подсчетом. Я бью, ну то есть я понимаю, сколько мне нужно контейнеров, там 256, если у меня ASCII, да, то есть для каждого символа свой контейнер. Прохожусь по всему этому исходному. Давайте это напишем, наверное, если вам нужно освежить. Значит, кмт, там размер 256 я напишу. Да, изначально он заполнен нулями. Нули. Потом проходимся по всей строке и дописываем, ну в общем записываем, что у меня есть символ, равный ситому. В итоге после этого цикла кмт для каждой буквы хранит количество раз, сколько она встречается. Значит, дальше мы можем сделать… Так, ну это я уже сразу вперед заглядываю, когда нам нужна будет стабильная сортировка подсчетом. И нам именно такая нужна будет чуть позже. Давайте сразу ее напишем стабильной. Значит, следующее, что я делаю, это… Что там, да, 255? Следующее, что я делаю, это прибавляю… Ну, в общем, считаю префиксные суммы. Кмт и т плюс равно кмт и минус первое. И теперь у меня кмт для каждой буквы – это количество символов меньше или равных, чем она. Вот, а дальше мы идем в порядке вроде бы от конца к началу, по исходной строке. Так, ну и давайте поймем, куда нужно все записывать. Видимо, p минус-минус кмт и сытая равно i. Вот, кажется, так мы писали, или должны были, по крайней мере, писать. Значит, смотрите, я иду с конца моей строки, с последних символов. Что такое кмт и сытая? В момент времени, когда мы только начинаем, это просто количество символов меньше или равных, чем и сытая. И, по сути, это ровно та позиция, куда нужно это число поставить, эту букву поставить, да, потому что если у меня там есть куча ашек, куча бшек, куча цешек, и я знаю их суммарные количества, то я знаю, куда нужно поставить последнюю цешку. Ну вот на позицию, равную сумме вот этих количеств. И ровно она будет храниться вот в этом кмт и сытая. Ну тут минус-минус, чтобы в ноль индексации сохраниться. Что? Нет-нет-нет, если в ноль индексации, то ровно вот так. Да, потому что это количество, а нам нужно количество минус один. Вот, мы так идем справа налево, да, у меня кмт от эситого, это как раз количество, ну, в общем, позиции, куда ее нужно поставить. И делаем минус-минус, соответственно, вот эта предыдущая сэшка будет ставиться на позицию на один левее и так далее, и так далее. Вот такая сортировка, которая нам строит наш массив c, вот ровно так, массив p ровно так, как нужно. Ну, массив c уже потом совсем очевидно строится, мы проходим по массиву p, то есть в этом порядке идем по символам и смотрим, да, там первый это нолик будет, дальше, если второй не равно первому, то мы ставим тут единицу, если равны, то продолжаем эту единицу до тех пор, пока символы одинаковые. Как только встречаем новый символ, говорим, что это второй класс, тоже, да, смотрим, сколько они равны, переходим к следующему, говорим, что третий класс и так далее. Короче, c уже строится потом за линейное время, очевидно. Значит, массив c, ну, в конце строим массив c. Так, вот это я оставлю, отсутру. Ну, хорошо, мы с вами решили задачу для кармы нулю, а также вспомнили, как вот сортировать быстренько, когда у меня маленький разброс значений. То есть тут у меня все были, там, максимум 255 значений, сейчас тоже будет не очень много. Итак, значит, пусть известны массивы p и c на какой-то кат-итерации. На кат-итерации. То есть вот мы сейчас решили задачу для кармы нулю, хотим перейти к карму ну и единице, потом к двойке и так далее. Значит, пусть на какой-то кат-итерации мне все известно, хочу теперь посортить подстроки длины 2 в k плюс 1. То есть у меня посорчены все подстроки длины 2 в k. Теперь хочется сделать то же самое с подстроками длины 2 в k плюс 1. Важное замечание — это что каждая подстрока длины 2 в k плюс 1 распадается в конгоденацию двух подстрок длины 2 в k. Значит, и тут важно, что мы работаем именно с циклическими строками, потому что все подстроки вот такой длины, они определены. То есть тут нигде нету конца строки, да, если здесь где-то стоит решетка, как индикатор конца строки, то мы начинаем читать строчку сначала, и все равно можем считать, что это все сплошная подстрока. То есть тут нигде нет никаких обрубаний. Это настоящая строка из вот стольких символов 2 в k плюс 1. Тут все хорошо. И вот такие теперь мы хотим посортить. Вот ровно такие подстроки мы хотим посортить. Ну, это довольно просто с учетом того, что у меня есть массив c. Потому что, смотрите, у меня массив c разбивает все подстроки длины 2 в k на класс эквивалентности. Скажем, вот это вот какой-то класс x, это какой-то класс y. И потом, если я захочу сравнить вот такую строчку вот с такой строчкой, какая-то другая строка длины 2 в k плюс 1, и причем я знаю, какой класс вот тут и какой класс вот тут. У меня же подсорчены все подстройки длины 2 в k, и я знаю у них у всех класс эквивалентности. Какой-то u, какой-то v. Ну, тогда понятно, что если x равно u и y равно v, то эти строчки равны, у них одинаковый класс эквивалентности будет потом. То есть они, ну, неважно, как их располагать в перестановке p. Если, например, x меньше u, то неважно, какое соотношение на y и v, уже обязательно первая строка меньше, чем вторая. Ну, и наоборот, да, если u меньше, чем x, то вот вторая меньше, чем первая. Если же вот эти вот класс эквивалентности совпадают, то нужно сравнить y с v. Да, если эти равны, а y меньше, чем v, то первая раньше, чем вторая. И получается, что мы, чтобы сравнить две подстроки длины 2 в k плюс первой, по сути, нам достаточно сделать два сравнения. x сравнить с ушкой и y сравнить с v. Причем эти числа у меня уже где-то лежат. Да, у меня массив c посчитан. Я знаю номера всех классов эквивалентности для подстрок длины 2 в k. Их просто нужным образом сравниваю, и тем самым я могу проверить, я могу быстро сравнить любые две вот такие подстроки. Вот. Ну, хорошо. Значит, по сути, тогда мне нужно, чтобы посортировать все эти подстроки, мне, по сути, достаточно посортировать следующие пары. Достаточно отсортировать. Ну, давайте это напишем. Значит, c0, c с индексом 2 в k, c1, c с индексом 1 плюс 2 в k, c2, c2 плюс 2 в k, ну и так далее. Потому что каждая подстрока длины 2 в k распадается на два вот таких кусочка. Да, если здесь индекс i, то здесь индекс i плюс 2 в k. И я знаю для них, для всех номер класса эквивалентности. И тогда, если я отсортирую вот тот массив пар, то те пары будут сравниваться ровно так, как вот эти строчки. Да, сначала по первому, потом по второму, а если равны, то они и как строки тоже равны. Поэтому сортировка строк — это то же самое, что сортировка таких пар. Понятно? Тут многоточие стоит. Ну, шикарно. Осталось заметить, что такую сортировку мы умеем делать тоже за оттен. Такую сортировку умеем делать за оттен. Скажите, пожалуйста, как мы это делаем? Да, сортировка по отчетам, только что делать с парами? Ну, то есть, на самом деле, вот каждая c-шка — это, в принципе, число порядка n может быть. И если я буду считать прям пару объектом, то у меня будет n квадрат. Если я посчитаю... Да, 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 да. Мы, на самом деле, сделаем, как это, по разрядную сортировку. Поразрядная сортировка. Поразрядная сортировка. Только не сначала по первому, а потом по второму. Мы сделаем сначала по второму, а потом стабильно по первому. То есть, можно и так, и так, но нам удобнее будет именно, как я сказал. Значит, сначала по второму аргументу пары, по второй компоненте пары. Потом стабильно по первой. Стабильно по первой. Значит, напоминаю, что такое стабильная сортировка. Сейчас. Правильно же? Сейчас, 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 полсекунды. Не обязательно. Сейчас. Сейчас. Что-то, я торможу немножко. Так? Или сначала по первой, а потом по второй? Нет, да, конечно, так. Все, все, все хорошо. Если бы мы, наоборот, делали сначала по первой, а потом по второй сортируем, ну вот, просто, да? То есть, не внутри каждого блока, а просто все вместе по второй, то они бы в итоге по второму были, а мне нужно по первому. Все нормально. Итак, ну, на самом деле, мы и тут тоже будем сортировать стабильно, да? И по второй тоже стабильно. Потому что мы уже вот показали, как делать эту стабильную сортировку. Напомню, что такое стабильная. Это значит, что если два элемента равны, то их относительный порядок не меняется. То есть, если первый был, если стоял выше второго, но при этом они равны, там, по текущей компоненте, то они тоже, они должны остаться в том же порядке в результате. Сначала первый, потом второй. То есть, первый должен быть выше, чем второй. И вот эта сортировка под счетом, она как раз была стабильна. Потому что если у меня было много цешек, то в конце будут располагаться те, которые найдутся раньше в этом цикле, то есть те, которые стоят в конце в исходной строке. Поэтому вот эта сортировка стабильна. Ну, и тут точно такая же будет стабильная сортировка. То есть, смотрите, у меня есть набор пар. Понятно, что каждое цитое — это всегда число от неряда в минус одного. В нашей программе так будет. Потому что цитое — это номер класса эквивалентности. Если у меня всего n объектов, n под строк, длины 2 вкатой, то и классов тоже не больше, чем n. Ну, а значит, вот этой сортировке я все умею делать за у от n. Да, вот эта сортировка за у от n. И вот эта сортировка за у от n. Ну, стабильная она и там была стабильная. Вот это у от n возникает из-за того, что у меня время работы, оно, во-первых, пропорционально количеству корзинок, количество различных возможных значений для всех цитое — это как раз максимум n. Ну, и плюс количество элементов. Тут будет там n плюс n — это от n. На таком высоком уровне — это все. Мы поняли, как получить p для вот этих вот новых подстрок для n2 вк плюс первой. Значит, мы сортим вот эти пары по второй компоненте, потом по первой, ну и потом, как эти пары написаны, мы на них, собственно, так. Ну да, в каком порядке они получились, это и будет наша перестановка p. Ну, давайте напишу p штрих, потому что p у меня с предыдущего шага пришла, вот p — это получается перестановка на новом шаге. Значит, p штрих — это полученная сортировка всех подстрок длины 2 вк плюс первой. 2 вк плюс первой. Вот, это мы сделали. Ну, очень хорошо. То есть мы, по сути, с помощью c построили p штрих, то есть p для следующего шага. Ну, теперь останется найти c штрих, да, то есть как у нас теперь классы эквивалентности все расположены. То есть я знаю, в каком порядке идут все эти подстроки. Теперь вопрос, какие у них там классы эквивалентности. Ну, собственно, действуем точно так же. Если у меня сейчас есть сортировка всех подстрок длины 2 вк плюс первой, значит, что это значит, как у меня p штрих устроено? Там говорят, ну, вот какая-то строка длины 2 вк плюс первой, самая маленькая. Да, тут написан ее первый индекс, там, i. Следующая строка длины 2 вк плюс первой, вторая по маленькости. Тут какой-то k плохо, там, z, ну и так далее, да, они все подсорчены. Ну, и чтобы теперь разбить все по классам эквивалентности, то есть понять, да, что там вот эти одинаковые, вот эти одинаковые, вот эти, а в разных блоках они различны, я делаю то же самое. Прохожу сверху вниз по этому списку, по этому массиву p штрих и сравниваю соседние строки на равенство. Ну, с помощью вот этих вот пар, да, то есть у меня опять каждая строка, это пара c, i, c, i плюс 2 вк, и если вот эти пары c совпадают, то значит, они в одном блоке, номер класса эквивалентности увеличивать не нужно. А если они различны, как вот здесь, да, вот это вот там, c, z, то не равно, или, скажем, вот эти равны, но c, z плюс 2 вк не равно c, j плюс 2 вк, тогда эти различные строки, они должны лежать в разных классах, и мы увеличиваем номер класса эквивалентности вот здесь. То есть тут c штрих равно 0, тут c штрих равно 0, тут c штрих равно 1, 1, 1, 1, 2, ну и так далее. То есть это все тоже быстро посчитывается, мы просто сравниваем пары на равенство. И все, смотрите, у нас было p и c с шага 2 вк, а стало p штрих, c штрих на шаге 2 вк плюс 1. То есть у меня теперь посорчены все подстроки длины 2 вк плюс 1. И вот эти p и c старые можно, на самом деле, забыть. То есть у меня была информация про подстройку длины 2 вк, и я с их помощью построил все для 2 вк плюс 1. Ну старые мне можно забыть, потому что дальше я перехожу к 2 вк плюс 2, строю новые массивы, там, p2 штриха, c2 штриха и так далее, и так далее, пока впервые не получу число больше либо равное n. Потому что когда мы посортируем все подстроки длины n, ну хотя бы n, мы в частности посортим все суффиксы, потому что они там все равно все будут различные. Когда все имеют длину хотя бы n, у меня, ну в общем, существенная часть всех подстрок точно сохранится. И они будут сравниваться. Такой алгоритм. То есть, по сути, это просто цикл по k до тех пор, пока очередная степень не станет больше, чем n. Ну и вот такой несложный переход от p и c к новым p штрих, c штрих. Осталось понять асимптотику. Ну, с асимптотикой здесь все здорово, потому что у меня всего k шагов, sorry, log шагов, да, вот это вот k, оно бежит от нуля до логарифма, потому что мне нужно, чтобы 2 вк было примерно n. Таких шагов будет логарифм. Ну и на каждом шаге у меня все линейное, потому что у меня сортировки только под счетом. Сортировка под счетом, сортировка под счетом, и потом еще линейный проход, чтобы все классы и кольности заново проставить. Поэтому асимптотика будет тривиально n log n. Вот такая прелесть. Есть ли вопросы по этому алгоритму? Ну, если бы я просто нам... Ну, давайте какой-нибудь пример нарисую быстренько. Сначала построю, потом по первой. Сейчас. Ну, вот если я просто возьму вот эти две пары, если я посортирую сначала по первой, то они будут вот так располагаться. Нет, плохо, плохо, плохо. Наоборот, хочу. Вот. Если я посортирую по первой, то они будут вот так располагаться, потом посортирую по второй, они поменяются местами. И получается, что как бы вот эта пара меньше вот этой, а это не то, что мне нужно. А если, наоборот, сначала по второй, то у меня как бы будет возраст... Ну, то есть будут блоки одинаковых вторых элементов, а дальше я буду сравнивать все равно... Сортировка будет по первому элементу, то есть если у меня у каких-то разных пар первые элементы различные, то они расположены в правильном порядке, а если они одинаковые, то там сохранится знак такой, то есть сохранится порядок такой, какой был на вторых компонентах, потому что сортировка стабильная. Ну, а ровно это мне и нужно. Мне нужно переравентироваться от первых компонентов, сравнить с вторыми, которые у меня уже посорчены, потому что вот есть сортировка по второй компоненте. Это длина, если мы выполняем еще на решетку? Нет, совсем не обязательно. Мы можем, то есть... Вот у нас была строка S, я написал S решетку, а дальше просто бью... Значит... То есть я просто k увеличиваю, k равно 0, k равно 1, 2 и так далее, и так далее, пока впервые не станет 2 вката и больше, чем длина вот этой строки. То есть нам не обязательно быть не больше, чем эта длина, мы можем... То есть, в принципе, какие-то подстроки могут быть вот такими, когда там что-то много раз... Ну, там два раза записывается. То есть нам не обязательно добивать. Ну, смотрите, значит, в конце, что у нас получилось в самом конце? У нас есть сортировка, то есть перестановка, всех подстрок длины 2 вката, и такое, что 2 вката и больше всего равно, чем n. Я утверждаю, что ровно эта перестановка задает сортировку всех суффиксов. Ну, потому что что такое... Давайте где-нибудь нарисуем еще. Значит, вот есть какая-то... У меня исходная строка S с решеткой в конце. Давайте сразу нарисуем. И какие-нибудь там длинные подстроки, 2 вкатой. Какое-то вот такое может быть, да, что какие-то символы там повторяются. Но у меня есть сортировка таких строк. Тогда я утверждаю, что эта же сортировка, то есть этот же порядок равен искомому порядку всех суффиксов. Ну, это вот примерно то же самое, что я там рисовал. То есть... Вот есть какие-то длинные строчки, длинные 2 вкатой. Я знаю, что одна меньше, чем другая лексикографически. Тогда давайте рассмотрим первые n символов. Первые n символов. Понятно, что эти строчки различные, вот эти первые n символов, потому что у меня все суффиксы различные из-за решетки. Да, равенство суффиксов означает равенство позиции решетки. Значит, что суффиксы одинаковой длины. Ну, в одной позиции начинаются. Поэтому у них префиксы длины n различные. Значит, на вот этих вот префиксах длины n отношение порядка такое же, как на вот этих длинных строчках. Потому что вот эти символы правее не влияют на значок меньше. Потому что вот эти префиксы уже различны. А мы ищем первое различие. Но раз отбрасывание вот этого всего не изменяет отношение порядка, то просто какой был порядок на постройках глины 2 в катой, такой же порядок на всех циклических суффиксах. А потом мы доказываем, что порядок на циклических суффиксах такой же, как порядок на обычных суффиксах строки. Получается что то P, которое мы получили в самом конце, это и есть наша искомая перестановка просто в неизменном виде. Она сортирует все суффиксы. Хорошо. Так, 20 минут остается. Должны все успеть тогда. Вот, но мы построили алгоритм, работающий за n log n, который строит нам с уфмасс. Это, конечно, хорошо. Это, конечно, хорошо. Остается нам построить массив lcp. Значит, вот у меня с уфмасс построен, первая часть сделана, порядок всех суффиксов есть. Теперь вторая часть нужно найти массив lcp между соседями в этом списке, между соседями в порядке, который диктует нам наш суффиксный массив. Ну, третью часть мы все сделали, там sparse table, это мы умеем строить быстро. Значит, lcp. Давайте я нарисую их как-нибудь. Что-нибудь такое. Вот это сортировка всех суффиксов исходной строки. Значит, мы понимаем, что ее можно построить с помощью вот этой вот приписывания решетки и сортировки всех циклических подстрок. Итак, у меня есть с уфмасс, у меня есть порядок исследований всех суффиксов. Давайте я введу обозначение. Обозначение. Пусть pos it это такое g, что pg t равно i. То есть, это вот такая позиция в моем суффмассе, такой индекс после сортировки, на который попадает суффикс, начинающийся с i. То есть, ну вот здесь где-то. Мы же понимаем, что тут какая-то перестановка суффиксов. А мне интересно, а где i-тый? Ну, где-то здесь, на какой-то житой позиции. То есть, вот это pg t равно i, и это g мы сохраняем в массив pos. Ну, такая обратная перестановка. Мы хотим по… у меня была какая-то перестановка, теперь я хочу по значению узнать индекс в этой перестановке. Ну, это просто обратная перестановка. Обратная перестановка к p. Ну, бог с ним. Окей, давайте мы посмотрим на pos нулевое. Где в этом суффиксном массиве располагается суффикс, равный всей строке? Где вся строка? Ну, вот я ее где-то тут нарисовал. Вот это вот p равно нулю. Там p какое-то житая. Это какая-то… ну, давайте. Сейчас, 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 и это и позиция. Это пусть будет. p, это равно нулю. Давайте мы первое, что сделаем, это наивным алгоритмом найдем lcp вот этих двух строк. Собственно, у и той строки в порядке сфертировки и у следующей. Ну, если мы это делаем наивно, то здесь делать очень просто. Я это объяснял уже как. Мы просто встаем вот сюда указателем, сюда указателем и двигаемся направо до тех пор, пока они не перестанут быть равными. Какие-то кусочки тут будут равны. Следующие символы равны или, скажем, одна строка закончилась. И тогда мы нашли lcp. То есть мы сделаем следующее. Мы найдем… По сути, мы находим lcp с индексом POS 0, ну, наивным алгоритмом. Наивным алгоритмом. Просто идем, пока там символы совпадают. Еще раз. Значит, POS it — это такое j, что Pg — это равно i. То есть это такая позиция в суффиксном массиве, где встречается число i. Ну, потому что P — это какая-то перестановка, да, это там вот набор чисел у меня там был. 6, 4, 0, там ля-ля-ля, какие-то числа. И вот вопрос, а где встречается ноль? И вот это вот POS как раз нам сообщает, скажем, POS, давайте там будет 2. POS от двойки показывает вот сюда, то есть говорит, что это вот тут. POS от четверки — это единица, да, потому что первая, ну, в ноль индексации, первая строка — вот как раз четвертый, четвертый суффикс. Да, POS 4 — это один, вот в этом примере. А может быть такое, что одна POS 1? Может быть, да, это хороший вопрос. Давайте пока его игнорировать. Пока что, пока что кого нет. Так, ну вот пусть мы посчитали LCP с индексом POS 0. То есть, по сути, мы взяли всю нашу строчку, нашли, где она в софтмассе, и нашли LCP у нее со следующей в порядке сортировки. Так, давайте я их нарисую. Вот это весь, вся строка, это там какая-то строка поменьше. Я нашел у них общий префикс. Вот эти дужки равны. Теперь смотрите, какая идея. Если я отброшу первый символ из обеих строк, первый символ из обеих строк, то у меня опять получится какие-то два суффикса, причем с довольно длинным LCP. Да, если раньше у меня было LCP длины K, то теперь будет LCP длины хотя бы K-1, потому что вот эти вот K-1 символ все еще одинаковы. LCP будет хотя бы K-1. Ну, то есть, скорее всего, ровно K-1, да, потому что там дальше ничего не будет, но тем не менее, хотя бы K-1. И это нам даст следующую подсказку. Давайте мы найдем, где у меня в моем суффиксном массиве лежит под строка, то есть, вся строка, кроме первого символа. То есть, по сути, это суффикс, начинающийся с позиции 1. Давайте посмотрим на пост от единицы. Это как раз вот эта строка, где она лежит в моем суффиксном массиве. Ну, где-то она пусть лежит. То есть, это суффикс, начинающийся с первой позиции. А также давайте посмотрим на то, где вот эта вот находится. Где вот эта штука находится. Ну, тут надо быть, надо аккуратно понять, какой у нее индекс, и все получится. Значит, если это было пост нулевое... Так, сейчас, 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 сейчас. А если мы проверяем, что у нас с вами 3, то как раз у вас, говоря, есть? Один? Ну, тогда мое утверждение все еще верно. Я, потому что я утверждаю, что ЛЦП у них хотя бы К-1. Да, то есть, у них ЛЦП хотя бы 0. Это же верно? Да. Большего я пока что не утверждаю. Так, мне нужно сейчас просто аккуратно понять, какой, где находится в моем софтмассе вот эта вот строка без первого символа. Давайте аккуратно посмотрим. Значит, пусть ПИ-то это 0, да, то есть, и это пост нулевое. Тогда это что такое? Это ПИ плюс первое. Пусть это какой-то ЖИ. То есть, ЖИ это начальный символ, да, то есть, начало суффикса, который идет вслед за нулевым. То есть, сначала где-то 0, потом за ним следует ЖИ. Да, вот этот вот суффикс начинает с позиции ЖИ. Поэтому вот эта штука, это ЖИ плюс 1. ЖИ плюс 1. И если меня теперь интересует, где располагается в моем суффмассе суффикс, начинающийся с ЖИ плюс первой позиции, мне нужно взять пост ЖИ плюс первое. Вот так. То есть, вот это начало ЖИ плюс 1, да, и это индекс в суффмассе пост ЖИ плюс 1. Вот так. А это было пост первое. И я утверждаю обязательно, что вот эта строка, она лежит ниже, чем вот эта. Ниже, чем вот эта. То есть, что пост ЖИ плюс 1 больше, чем пост первое. Так, ну почему это так? Ну давайте поймем, да. Значит, ну в случае, если... Сейчас, секунду, сори, сори, сори. Значит, больше, если L хотя бы единица. Давайте L напишу. L это у меня вот этот общий префикс тут найденный. Вот это вот L. Тут первые L символов одинаковые. Тогда, если их отбросить и посмотреть, где вот эта строка входит в суффмасс, и где вот эта строка входит в суффмасс, то вот эта вот более короткая будет ниже. Значит, ну почему? Потому что у них был общий префикс длины L, и первая строка была меньше, чем вторая в лексикографическом порядке. Теперь я отбросил первый символ, у них остался общий префикс длины L-1, и вот это вот первое различие, да, первый символ за общим префиксом, но они остались такие же. Если этот символ был меньше, чем вот этот, то между ними сохранилось отношение порядка. Вот, значит, это работает в случае, если L хотя бы единица, да, тогда у меня, ну, там, остается какой-то общий префикс, возможно, длины 0, и первое отличие такое же, как раньше. Если L равно 0, то, возможно, все перестроилось. То есть, вот это неверно, может быть неверно, только если L равно 0. Вот, значит, это держим в голове. Теперь я напишу код, и мы поймем, почему он все нам находит. Ой, как плохо у меня с обозначениями. Виноват. Давайте тогда это переименую, чтобы было как здесь. Букву дайте мне, пожалуйста. Еще, да. Греческий алфавит. С давайте. Нет, С занято. Давайте, да, будет хорошо. Значит, перебираем W от 0 до N-1. И это вот как раз POS WT. POS от W. То есть, я рассматриваю суффикс, начинающийся с позиции W, и сейчас я узнал, в каком месте в сувмассе это находится. Где-нибудь там еще давайте в самом начале мы напишем L равно 0. Это мы строим массив LCP. Да, да. То есть, там были какие-то соображения, сейчас мы пишем алгоритм, который все нам построил. Значит, нашли, где в сувмассе эта позиция, этот суффикс W встречается. Давайте сразу вот это вот J введем. J, это просто следующее, да, P, I плюс первое. Как бы, хотелось бы написать, но если I это N-1, то есть, если это была самая большая строка в сувмассе, то так сделать нельзя, поэтому нужно аккуратнее. Значит, а именно, если I это N-1, то есть, если у меня суффикс, начиняющийся с позиции W, это самая большая строка, то есть, последняя строка в сувмассе, тогда давайте сделаем следующее. Мы скажем, что L опять равно 0, и continue. Ну, значит, L равно 0, то есть, L это вот тот самый наибольший общий префикс у них, который мы будем уменьшать на единичку, когда можно, да, то есть, когда мы откусываем здесь первый символ, у меня LCP уменьшается на единичку. Вот, ну, а если у меня последняя строка, вот эта строка была последней, то там вообще не с кем было мерить LCP, и поэтому, когда я перейду к следующему W, у меня, ну, это L нужно будет сбросить и искать заново. Вот, а так, значит, вот мы его сбросили. Иначе, да, иначе мы смотрим на следующую строчку. P и плюс первая. То есть, какая строка следует за вот этой в моем сувмассе. То есть, сначала у меня будет строка, суффикс SW, потом сразу за ним будет суффикс S, житая. Вот. Делаем следующее. L равно максимуму из L минус 1 и 0. Это как раз соответствует нашему вот тому случаю, что когда я откусил первый символ, то есть L это как бы старое значение для предыдущего W, потом я его увеличил, L нужно уменьшить. Да, и если L было хотя бы единица, то его нужно уменьшить на 1, если он был 0, то пусть так 0 и остается. То есть, L это оценка снизу на LCP. Оценка снизу на LCP. То есть, L символов точно совпадают. Вопрос, возможно, больше. Вот, мы это сейчас наивно найдем. Но точно не меньше, чем вот это вот значение. Вот. Ну, а дальше просто давайте также наивно их искать направо, пока все символы совпадают. То есть, я знаю, что вот эти вот L символы совпадают вот этими L символами. Вот. Ну, давайте пойдем направо и посмотрим, сколько из них тут равны. Тут надо все аккуратно написать. Значит, пока... Так. Значит, что W плюс L существует и G плюс L существует и эти вот следующие символы равны. S, W плюс L, T равно S, G плюс L. Тогда просто нужно сделать плюс-плюс L. Мама. Вот так иду направо, увеличиваю L. И в конце говорю, что это ответ. Это мы очень реально еще просто... Да, да. То есть, я знаю, что L это нижняя граница на ответ. То есть, вот эти символы точно равны. Ну, и дальше двигаюсь, пока я... Пока, да. Тривиально проверяю ответ. Нахожу ответ. Ну, и в конце, что нужно положить? Что L, C, P, I, T... Это L. Все. Вот такой алгоритм. Итак, давайте еще раз по нему пройдемся. Мы перебираем все строчки, все суффиксы в порядке убывания длины. Сначала самый длинный, потом без первого символа, без второго и так далее. Сначала мы находим, в каком месте... И еще параллельно храним L ответ с предыдущего шага. Храним L. Сначала находим, в каком месте в суффмассе. У меня входит... Этот суффикс, начиная с позиции W. Это вот I равно post W. Если вдруг так оказалось, что мой текущий суффикс это самая большая в лексик-рыфическом порядке строка, самый большой суффикс, то у меня, соответственно, I — это N-1. Мы пришли в самый последний элемент перестановки нашей P. Тогда давайте просто все сбросим и перейдем к следующему значению W. Иначе за вот этой позицией, за этой позицией, есть следующее, I плюс первое. Давайте скажем, что G — это P и плюс 1. То есть тогда у меня теперь соседние элементы в моем суффмассе — это сначала SW, а потом SGT. Вот эти вот два соседа. И мне нужно у них найти LCP. Вот. Ну, вот эта строка соответствует тому, что я как бы, когда перехожу... То есть его можно было перенести чуть повыше. Когда я перехожу от W минус 1 к W, я, по сути, отбрасываю первый символ. Отбрасываю первый символ от строки SW, и поэтому L у меня может уменьшиться на 1. Ну, а дальше пока... То есть нужно еще доказать, да, что вот этих двух строк есть LCP длины хотя бы L. Вот в этот момент, да, нужно доказать. Доказать, что у них LCP хотя бы L. Но если это доказано, то дальше просто я иду направо до тех пор, пока не найду там первое различие или пока одна из срок не закончится. А если у вас первый символ просто различный, как можно? Еще раз. Почему у нас то, что у нас первый символ различный просто L на 0? Нет, вполне такое может быть. Если эти символы различные, L равно 0, то мы просто ни разу не войдем в этот вайл, ни разу не увеличим L и положим LCP правильному значению 0. Это частный случай того, что мы ищем все равные и заканчиваются как только найдем первый различный. Но мы так двигаемся направо наивным образом и в конце у меня в качестве L как раз посчитано тот самый LCP вот этих двух строк. Его нужно положить в LCP ИТ, потому что LCP ИТ это LCP вот этих двух строк. Да, это находится в позиции И, это в позиции И плюс 1 в нашем порядке сортировки. И тогда нужно как раз сюда положить LCP ИТ. И потом, когда я перейду к следующему W, у меня вот здесь L уменьшится на 1 как раз за счет отбрасывания первого символа, ну и там он наивно как-то посчитается. Значит, хочется доказать вот это условие, что при переходе у меня L падает максимум на единицу. Давайте это сделаем. Вот это про то, что вот что я тут говорил, что если раньше одна строка была над другой, то после отбрасывания первого символа она будет по-прежнему над другой. То есть только возможно между ними кто-то вклинится. Итак, ну, если у меня раньше L было равно единице или нулю, то доказывать нечего, потому что если L было равно единице или нулю, тогда у меня вот тут L нулевое, и меня просят доказать, что у LCP двух строк хотя бы ноль. Но это неинтересно. Давайте предположим, что L было хотя бы два. L было хотя бы два. То есть на предыдущем шаге я нашел LCP каких-то двух суффиксов, вот SW-1 и еще какого-то. У них LCP был хотя бы два. Вот такой длинненький L. Потом я отбрасываю первый символ вот здесь. Получаю строчку SWT. Если отбросить один символ, получится и суффикс с индексом на один побольше. SWT. Оно тоже где-то входит в мой SUFMAS. Вот где-то входит SWT. Так, давайте посмотрим, где в SUFMAS входит вот эта строка. Суффикс. Тут еще нужна какая-то буква. Давайте скажем U. S. U плюс первое. Меня интересует, где входит в мой SUFMAS. То есть раньше SU-то было сразу под SW-1. Теперь вопрос, где SU плюс первое находится. Но я отрежусь обязательно где-то ниже. SU плюс первое. Потому что вот то самое рассуждение. У них есть какой-то общий префикс. Вот это вот длины L-1. Ну, длины ровно L-1. А следующие символы у них соотносятся так же. Ну, точнее, вот этот символ должен быть меньше, чем вот этот. Потому что SW-1 меньше, чем SUT. Они идут в порядке сортировки. Сначала этот, потом этот. Значит, у них сначала есть какой-то общий префикс. И потом символ вот здесь меньше, чем символ вот здесь. Значит, когда я отбрасываю первые символы, у меня то же самое. У меня сначала общий префикс длины L-1, а потом вот этот символ меньше, чем вот этот. Значит, строка, начинающаяся с W этого символа, точно меньше, чем строка, начинающаяся с U плюс первого символа. Ну вот, мы это доказали. Но между ними мог кто-то вклиниться. Вполне спокойно такое может быть. То есть мы доказали только, что это лежит ниже, чем вот это. Но, возможно, между ними кто-то еще есть. А мне-то нужно не LCP вот этих двух чуваков посчитать. То есть LCP у них, я знаю, это L-1 ровно. А мне нужно LCP вот этих двух чуваков. Между S, W в этом и его непосредственным соседом снизу в сувмассе. То есть вот этим вот. Ну, единственное, что я могу здесь сказать, это что это число хотя бы L-1. Потому что, ну, мы это уже обсуждали. Мы говорили, что если у меня есть какие-то две строки в сувмассе, то их LCP это минимум среди LCP вот этих соседей на отрезке между ними. И если LCP между ними это ровно L-1, то все вот эти LCP соседей на отрезке между ними должны быть хотя бы L-1. Чтобы минимум был ровно такой, как надо. Ну, поэтому, чтобы... Ну, единственное, что я знаю, это что из кома LCP хотя бы L-1. Вот. Ну, и у меня есть оценка снизу, а дальше я его буду просто добивать до ответа. Пока не найду первое различие. Вот такая идея. Средизация заключается в том, что мы начинаем идти радио ответственности не с начального символа, а с предидаем XL-1. Да, 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 именно так. По асимптотике здесь все здорово. Асимптотика здесь получается линейная после построения суффиксного массива, потому что, ну, давайте посмотрим, что тут происходит. Значит, тут понятно, самое сложное, это вот этот вайл, потому что он не понятно, сколько работает. Ну, понятно, что... С другой стороны, понятно, что каждая итерация вайла увеличивает L хотя бы на единицу, а каждая итерация цикла уменьшает L максимум на единицу. Ну, значит, суммарно вот этих операций, не больше, чем вот N. Поэтому суммарно весь этот алгоритм работает за вот N. Все. А последнее, что я говорил, это, что алгоритм называется алгоритм Касаи. И вот он за линейное... Вот этот алгоритм называется алгоритм Касаи. И он работает за линейное время, находит массив LCP по уже построенному сувмассу. То есть сначала сувмасс за N лог N, потом Касаи за N, ну, и потом, если нужно, спарстейбл и вот это все там еще за N лог N или за сколько хотите. Еще раз, можно? Почему у нас это самое? А сколько хочется линейное? Почему у нас суммарно? Почему у нас суммарно? Почему у нас суммарно? Еще раз. Каждая итерация вайла увеличивает L на единицу. Да? С другой стороны, каждая итерация внешнего цикла уменьшает L максимум на единицу. Ну, кроме еще вот этого отдельного случая, который встречается один раз в жизни. Значит, суммарно вот этих вот увеличений не больше, чем, ну, типа, 2N, потому что вот тут, у вас тут максимум на N падает, и тут максимум на N падает. Поэтому суммарное увеличение максимум 2N. Победа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ